привет всем здесь ярослав я просто хотел быстро вам снять этот грузовик который за мной сейчас стоит так как в нем сзади стоит бочка этот грузовик перевозит нефть конденсат воду и всякие другие жидкости в нефтяной промышленности я в данный момент сейчас собираю материал для очень такого вот очень такого в деталях видео чтобы вам все очень пока поконкретнее показать на что у нас нефтяная промышленность подходит то есть выглядит из-за того что у меня сейчас здесь стоит этот грузовик я хочу вам просто быстро показать что ожидать вот этот грузовик который вы здесь видите это kenworth у него комминс двигатель такая интересная комбинация это три драйв мы здесь называем то есть трайдем у него три ведущих моста сзади каждый из этих мостов можно блокировать дифференциал во всех мостах индивидуально вот у него такой красивый мусс бампер на этом кенворде спальник это маленький такой спальник но в этом спальнике все равно можно в полный рост стоять то есть не очень много места но в полный рост можно встать передеться шлем одеть так что это очень удобно такую вещь иметь и вот в общем нашу бочка выглядит мы сейчас чуть ближе к не подойдем просто чтобы вы видели на шо но все выглядит сблизи сейчас просто хочу быстро показать здесь сзади как вы видите вот у него здесь сюда вот цепи одеваются это такая простая такая комплектация для цепей есть такие по более fancy укрепители я этот грузовик привык вижу просто пытаясь понять как же у него насос работает потому что в этом грузовике как вы видите здесь насоса нигде нету я предполагаю он гидролический потому что вот эти вот шланги одни из них несут воздух а вот эти вот толстые шланги здесь через них гидравлика проходит то есть что происходит ну короче обойдем и найдем вот у него такая вот резина агрессивная вот этот прицеп сюда идут плакаты на дэнджерос гуд вот у него свой шланг здесь будет прятаться сзади насос сейчас посмотрим все замерзла жалко застряла не открывается будет обойти вам показать это все короче как вы видите гидравлика подключается спереди грузовику а потом она вот переходит сюда здесь будет другой рычаг который можно включить и тогда работает уже насос сейчас мы откроем вот эти вот колеса вот здесь как вы видите они на земле не дотрагиваться потому что это лифт аксел то есть эти колеса подымаются тогда они не изнашиваются но также самое же еще очень важное в том что если их поднять тогда получается больше веса давит на пятое колесо на фехтуэлл и это очень важно зимой тогда когда вы едете пустым и у вас не хватает веса и сцепления для колес если поднять эти передние задние колеса на прицепе тогда больше она вот так вот будет давить и у вас будет больше сцепления с дорогой то что тоже вот очень хорошо у нас владелец компании в белой машине только что проехал короче что у нас здесь сзади вот еще идет вот этот шланг который вот здесь выходит это для вента когда жидкости заходят в прицеп создается давление то есть очень важно открыть этот клапан чтобы тогда когда у вас жидкость заходит чтобы воздух выходил а потом наоборот когда вы разрушаетесь из-за того что у вас жидкость выходит будет образоваться в вакуум внутри прицепа очень важно ее открыть клапан тогда воздух будет внутрь заходить это очень важно на что она у нас сзади здесь вот выглядит очень много разных таких комплектаций вот этих прицепов идут сюда дополнительные шланги будут идти хранится это вроде бы алюминиевная бочка и в ней инсоляции никакой нету иногда вот эти бочки себе еще инсоляцию имеют что в них жидкости не так сильно охлаждались и не замерзали но есть некоторые случаи когда когда выхлопы с газа идут в бочку по стенкам и тогда жидкость остается теплой такая редкая такая комплектация но она здесь существует иногда мы видим вот у нас короче вот этот воздушные линии электролиния а вот это вот гидравлика вот это вот гидравлика подключается к грузовику и в грузовике есть пт о power transfer output впервых вижу этот грузовик точно не уверен куда эта гидравлика подключается на нем надо будет потом спросить обычно она где-то вот здесь вот идет так что интересно надо будет спросить узнать как это все подключается к нему вот это вот маленькая труба что вы видите это подогрев кабины есть такой маленький прибор внутри который в себя чуть-чуть берет дизель он его он дизель сгорает в нем и здесь выхлоп выходит и он дает обогрев кабины то есть в кабине всегда внутри тепло а где-то вокруг двигателя должен быть такой же маленький же аппарат который тоже чуть-чуть дизель палит и тогда он обогревает жидкость в радиаторе двигателя то есть в двигателе есть жидкость которая его охлаждает сам двигатель и этот маленький аппарат аппарат он палит в дизель обогревает тогда охладитель двигателя то есть это кулинт и циркулирует его через двигатель тогда легко его завести так что вот такой вот у нас красивый этот кенворд вот он у нас юзд он к нам пришел да это один из наших грузовиков будет сейчас вот интересно вам его внутри показать такой прикольный грузовик у нас интерьер этого кенворда у нас в интернешнл мы один из единственных дилершипов в Эдмонтоне который принимает юзд грузовики никто другой так не делает так что вот как вы видите у него такой небольшой такой спальник ну так красиво интересно молодцы они так сделали неплохо как вы видите грузовик три драйв но при этом все он автомат наверняка 18 скоростная коробка передачи нужно будет комплектации проверить что вот он за грузовик так что вот так вот здесь внутри вот оно все выглядит сейчас сядем за руль сиденье надо двинуть назад так что вот у нас кенворд на такой модели я еще не ездил я всегда ездил на старых кенвордах в нефтяной промышленности вот у нас вид из него неплохой да здесь просто что получается в траковной индустрии неважно у вас грузовик кенворд петербилд фротлайнер интернешнл вольво самое важное как какая комплектация двигателя допустим в этом грузовике стоит комминс двигатель итан трансмиссия здесь ултрашифт трансмиссия стоит и мосты сзади от мэритор вот эти те же самые три вот этих комплектации то есть это самое важное это powertrain грузовика то есть ведущие такие агрегаты они могут быть то же самое что здесь что вольво что фротлайнер что кенворд то есть по-настоящему оно будет то же самое ну и вот это вот очень важно выбирать такие компоненты которых легко обслуживать когда вы находитесь на севере в таком грузовике когда вы возите нефть и жидкости и у вас что-то ломается очень важно чтобы можно было хоть где-то когда получить сервис услуги на ремонт двигателей если какие-то check engine light загораются лампочки то есть чтобы где-то был кто-то с компьютером который мог бы это все проверить то есть это очень важная вещь я когда покупал свой фротлайнер и вольво тем более я не очень за такие вещи как бы думал и у меня были проблемы с вольво когда он делал deraid то есть когда в выхлопной трубе на собираются выхлопные газы их нужно прожечь он не мог вот этот режим зайти показывал ошибки мне пришлось ехать с севера альберты аж на юг ну в Эдмонтон уже чтобы мне вольво сремонтировал то есть ремонтировали бесплатно под гарантией но я потерял два дня чтобы доехать и ремонт вернуться обратно плюс топливо то есть вот такие вот вещи если бы у меня был бы неважно какой грузовик лишь бы у меня был вот этот комминс как бы чинит двигатель но он нормальный ничего плохого нету даже если бы у меня был бы больво с комминс двигателями мог бы получить там вольво дилершипов нет на севере у нас но есть Кенворф есть интернешнл нас личный дилершип То есть можно было бы с моим Вольвос заехать в другой гараж и получить бы гарантию, то есть работу иногда под гарантией, если повезет, а иногда как бы заплатить, ну хоть как бы не терять время и деньги на то, чтобы ездить туда-обратно. Так что это такие вещи, которыми я научился уже со временем. В общем, здесь у нас есть очень огромное разнообразие работы, которую можно делать в нефтяной промышленности в Алиберте. Здесь у нас не только грузовики с прицепами, здесь есть столько много чего можно делать, так что в данный момент я как раз собираю видео за все типы работ, потому что у нас есть разные прицепы, когда флотбейд, у нас есть вот такие жидкости, у нас есть супрубейд, супрубейд, это когда два прицепа. И мы очень часто двумя прицепами ездим, возим нефть, жидкости, всякие такие предметы, так что есть такое огромное разнообразие прицепов, работ, грузовиков и всего остального. Просто хочу за это все рассказать, а потом те, которые возят лес, лесовозы, это уже другой мир, за который я как бы сам лично лес не возил, но очень часто параллельно с ними работал. И у них всегда очень такие красивые такие грузовики, на них всегда такие квадратные мусс бампера, ну бампера спереди стоят, куча лампочек везде, у них такие лампочки стоят по углам, которые просто горят там оранжевым спереди и красным сзади, просто чтобы лучше их было видно, потому что они часто очень широкие. Так что очень интересно работать не просто в траковной индустрии, а именно в траковной индустрии здесь, в Альберте, потому что мы делаем все вот в одной нашей провинции, в Альберте. Мы делаем все то, что никто в других провинциях даже не делает, и нам за это очень хорошо платят. Когда я работал последний раз как не на своем грузовике, а на компанию работал, мне платили 32 доллара в час, 47 за овертайм, то есть когда вы работаете после как бы 10 часов или после 40 часов в неделю, зависимо у кого какой контракт. А вот некоторые, я на севере был, они платят 40 до 45 долларов в час всегда, то есть там не важно, вы отработали час, два, три или 15, вам всегда платят 43-45 долларов в час. То есть разные такие условия, ну разные условия, зависимо от компании, но здесь нам хорошо платят. То есть если вы водитель грузовика, и что так, что так, по закону вы 70 часов в неделю не дома, то есть вы там неделю на дороге где-то, то есть что возить нефть, что возить йогурты в прицепе, что там, не знаю, еще что возить, почему бы за это не заработать, чем больше денег, что так, что так вы не видите семью, что так, что так вы в этом всем живете, тогда might as well make as much money as possible, тогда лучше уже заработать, чем больше денег, почему бы и нет. Чтобы вы знали, никаких связей не нужно, никакие связи не нужны, чтобы получить вот эти контракты, чтобы стать водителем грузовика, никакие связи не нужны, чтобы получить контракт на покупку своего грузовика, ничего этого не нужно, я со временем вам буду еще делать интервью с людьми, которые так же самое же пришли, получили контракт на перевозку нефти, на перевозку других предметов, никаких связей не нужны, это все намного проще, чем оно кажется, на этом канале я буду дальше вам это все показывать, чтобы вы просто увидели, как вы сможете сделать все то же самое, Неважно, вы хотите иметь свой грузовик или просто быть company driver, то есть работать на компанию. Что такое? Я сейчас пойду обратно в офис, но по пути заново. Сейчас вам грузовик быстро покажу. Вот этот грузовик это Кенворф, который кто-то пришел в наш дилерсип, чтобы его заменить на грузовик Интернешнл. Так что вот на что оно все выглядит. Вот это как раз очень хороший мусс-бампер, потому что здесь лишь только нужно снять вот этот пин, и здесь сзади есть ручка, ее нужно нажать вот так вот, и тогда весь этот мусс-бампер вот так назад упадет. Я не буду открывать капот в этом двигателе, потому что просто сейчас времени как бы не хватает, но вот на что он выглядит. Вот у нас такой try drive. Жалко, я просто не смог открыть коробку сзади, она просто замерзла, я хотел вам ее открыть, показать, на что выглядит насос в этих... О, здесь сзади открылось, как шикарно, сейчас повезло. Надеюсь, будет хватать света. То есть, короче, вот эти вот линии, это гидравлика. Гидравлика раскручивается через трансмиссию, там стоит ПТО, и вот там вот где-то будет такая ручка, которая, я отсюда не вижу, которая включает, короче, гидравлику, и она раскручивает этот двигатель. Этот двигатель гидравлический крутится и раскручивает вот этот насос. Это насос TNI, такая фирма есть, здесь локальная. Вот этот насос, короче, будет качать жидкости внутрь прицепа или снаружи, от прицепа. Вот эти синие клапана, что вы видите, вы их вручную открываете, когда жидкость заходит или выходит. Вот эта черная коробочка, что вы видите, это воздушный клапан, который нужно будет тоже открыть, чтобы позволить жидкости заходить или выходить. И вот еще один клапан. В этом прицепе две емкости, и вы видите, они контролируются вот этими вот клапанами. Вот эта коробочка, очень важная вещь, то, что она делает, она получает кулент от двигателя. То есть, жидкость охлаждения двигателя проходит в нее и идет аж сюда назад. И здесь ее вентилятором дует во все вот это вот пространство, чтобы вот эти все трубы и насос всегда-всегда были теплыми, чтобы в них не замерзла нефть, вода или неважно, какие другие жидкости в ней будут. Так что такое, к сожалению, с той стороны я не смог открыть, тогда было бы легче увидеть. Но сейчас у вас есть хоть какая-то идея, что ожидать. В общем, возить нефть – работа очень интересная. Большинство времени в нефтяной промышленности я вот только нефти возил. Я возил трубы на нефтяные вышки и всякое такое, но я чаще всего с такими прицепами, когда один продавается в супер-бик комплектации, я с ними всегда возил нефть. Мне очень нравилось, это самые большие такие деньги, что я зарабатывал, это было как раз возить нефть. То есть, чем ближе вы находитесь к источнику нефти, то есть, прям, чем ближе вы к скважине, чем ближе вы почему-то работаете с самой скважиной, тем больше шансов у вас заработать вот эти вот самые большие деньги. Здесь хорошие деньги зарабатываются в течение транспортировки нефтяных вышек. Там большие команды над этим всем работают, очень интересная работа. Ну, короче, возить вот эту вот нефть мне всегда нравилось. На что оно выглядит? Вы должны на себя одеть комбинезон, я потом уже на видео сниму. У вас такой комбинезон, часто он синего цвета, вы на себя его одеваете. Он просто такой, как бы, такой single piece, то есть, один такой кусок комбинезона, вы его одеваете. Он fire retardant, то есть, как бы, он не горит. Это, ну, такой safety, такой для безопасности, такой стандарт здесь. Вы должны этот комбинезон на себя одеть. Потом у вас есть H2S monitor. H2S monitor – это такая коробочка желтая, которая, она, она учитывает качество воздуха, кислорода, углорода и вот этого H2S. H2S – это когда, скажем, в нефти он иногда может быть, когда разлагаются животные и всякие такие органические предметы. У них такой газ, он не пахнет, и цвета у него нет, от него можно потерять сознание. Сознание у нас часто, то есть, ну, редко, ну, то есть, бывали такие случаи, когда люди теряли сознание и можно умереть, как бы. Из-за этого у нас вот эти монитеры. У меня за всю свою историю, за несколько, сколько там лет я возил нефть, никогда у меня этих случаев не было, никогда я H2S не встречал, но такое может быть. Из-за того, что может быть H2S, как бы, оказаться, у нас что происходит? В этом двигателе стоит positive air shutoff. Positive air shutoff – это такой предмет, который, если H2S газ, его будет много, и он попадет в двигатель, который вот сейчас работает, двигатель начнет разгоняться, то есть, набирать обороты до бесконечности по-настоящему. Даже если выключить двигатель, он будет продолжать работать, потому что это дизельный двигатель. Дизельные двигателя, им не нужны, им не нужна свечка, чтобы это все запалить, из-за этого двигатель будет набирать обороты, до того, пока он себя не разрушит, такое может произойти. Positive air shutoff – это такой предмет, который доступ, воздух, он просто зажимает, он просто физически так закрывается, и воздух не может в двигатель больше зайти, и тогда двигатель выключается. То есть, у нас такие, как бы, работа такая чуть-чуть более экстремная такая, но я никогда ни с чем этим не сталкивался, у меня никогда не было никаких газов, что на меня выходили, и никогда вот этого всего, против чего нас пытаются, как бы, protect, никогда ничего со мной этого не происходило. У меня куча других таких опасных случаев было там, но такого не было. У меня такой был случай, когда на грузовике вот так вот остановился, чтобы цепи одеть, но я остановился чуть-чуть под углом, не очень большой угол, но чуть-чуть. Я когда вышел цепи одевать, я пока дошел до этого моста, у меня весь грузовик поскользил назад на метр, то есть, вот это было страшно, то есть, там такие вещи были, ну, всякие такие вещи происходили, ну, в общем, мне всегда нравилось, работа была очень интересная, так что такое. Друзья, друзья, я знаю, это было чуть-чуть так рэндом, как-то так неожиданно, я просто вот здесь в офисе работаю, увидел этот прицеп, пришел пойти его быстро снять, выставить видео на YouTube, так что такое. Если вам канал нравится, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь на Facebook, на Вконтакте, или где еще, на каких социальных сетях. Меня зовут Ярослав, я вас увидю в следующем видео. Bye!